МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробежались по коридорам власти в режиме онлайн. Все подробности традиционной технической игры, прошедшей в нетрадиционном формате, расскажет Игорь Гурьянов. Такая халатность может привести к реальной опасности. Жильцы одного из магнитогорских домов жалуются на недобросовестность рекоператора, выполняющего работы по капитальному ремонту здания. Ни одно детское письмо не останется без ответа. Магнитогорск присоединился к благотворительной акции снеговики-добряки, которая проходит в области под эгидой уполномоченного по правам ребенка. Веру в чудо в нашем городе подарят сразу сотни ребят. А сейчас о бытих и других событиях более подробно. В Магнитогорске уже вовсю работают традиционные елочные базары. Точки продажи с новогодними деревьями в основном расположились вблизи торговых центров. Во сколько горожанам обойдется, главный символ Нового года узнавала наша съемочная группа. Ставить елку под Новый год для Тамары Райковской стало доброй традицией. Вот и в этот раз она выбирает пышную, ароматную хвою. Говорит, останется нарядить дерево в новогодний наряд, положить под него подарки и праздничное настроение обеспечено. Внучка уже спрашивает, баба, ты поставила елку? Я говорю, что я не поставлю? Она говорит, там уже будут подарки? Я говорю, нет, Дед Мороз еще в пути. Поэтому вот, готовимся. Мы всегда заранее, чтобы она ожила немножко, согрелась, раскрылась. Предприниматель Амридин Сабиров привез на продажу более 500 хвойных деревьев. Большинство из них родом из Свердловской области. На выбор горожанам он предлагает ель и сосну. Покупка главного символа нового года обойдется от 300 рублей и выше. Сосна, он такой где-то, да, там метров полтора, там от 300 начинается. Вот такая где-то 300-320, ну 300 средний. А есть большие, которые прямо на свой дом, которые берут большие, ну где-то рублей 600-700, вот такая где-то, самая большая, которая пышная. Есть средний 400-450, вот такие цены у нас. А вот пихты нынче в дефиците в городе. Это хвойное дерево можно приобрести лишь в нескольких торговых точках. А Солидин Саидов привез в город более 300 штук из Новосибирска. Стоит пихта в разы дороже других хвойных красавиц. В этом году два раза дороже, чем в прошлом году. Каждый год мы их купили по 700-800 рублей за куп. А в этом году по полтора тысячи за куп. Как бы еще и дорога там. Сколько будет стоить? Ну если честно, вот который такой средний по полтора, от полутора тысячи выше, который средний по полтора, ну потом так, два, три, вот так, две с половиной. Впрочем, продавцы уверены, на каждую елку найдется свой покупатель. Говорят, в этом году спрос на новогодние деревья вырос. Не менее популярны среди горожан и искусственные елки. Обычную, живую. А почему живую? А лучше ребенку нравится. У нас искусственный сайт. Почему искусственный? А зачем живой сайт? Всегда устанавливали искусственный. В этом году решили детей порадовать натуральной елкой. Елочные базары в этом году открылись чуть позже обычного. Только в Орджоникидзовском районе их 17. Их работу контролируют районные администрации. К предпринимателям выдвигают определенные требования. Ограждение должно быть. При выдаче разрешения на торговлю елками мы составляем гарантийное письмо. Предприниматели подписывают, где они обязуются содержать этот базар в надлежащем виде. Соблюдать те минимальные требования, которые архитектура для них прорисовала. Там ничего сложного нет. И в конце окончания этого базара привести территорию в надлежащий вид. Работать елочные базары будут по 31 декабря включительно. А значит у горожан пока еще есть время выбрать новогоднюю елку. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В этом году впервые проводился конкурс для работников группы ММК «Траектория лидера» с целью выявить кадровый руководящий резерв предприятия. Призовой фонд конкурса – путевки на обучение в Стокгольмской школе экономики. Какие они лидеры металлурги? С обладателем бронзы конкурса Станиславом Коршенковым пообщалась Юлия Никифорова. Призер конкурса «Траектория лидера» Станислав Коршенков в настоящее время исполняет обязанности начальника смены производства толстолистового проката ММК. Он руководит работой сразу нескольких участков ПТЛ. двух броневых ветеранов производства Станов 4500, 2350 и нового Стана 5000. Изначально в 2009 году молодой инженер устроился в листопрокатный цех номер 4, но ярко выраженные лидерские качества, стремление осваивать новое и побеждать не позволили ему стоять на месте. Я тогда уже думал только о Стане 5000, который в 2009 году вошел в строй и уже впоследствии перевелся, выиграл конкурс «Лучший молодой инженер года» и это дало мне путевку реализации моей мечты. Мой путь, начиная со школьной скамьи, золотая медаль школы, красный диплом, лучший молодой рабочий по профессии, лучший молодой инженер, школа прокачеков Российской Федерации. Ну, то есть, этот можно дальше продолжать, поэтому моя профессия мне нравится, и я успешен в ней. Станислав Коршенков несколько лет назад закончил аспирантуру. Работа на Стане 5000 позволила Станиславу Вячеславовичу объединить науку и производство во благо как собственного профессионального роста, так и модернизации производства, освоения новых технологий прокатки, термообработки, новых видов продукции. Стан 5000 ежесуточно производит около 3000 тонн проката. Очень активно Стан 5000 в этом году стал производить такой марочный сортамент, как АК-32 марки стали. Это для судостроения, для подводных лодок и кораблей. Мы очень много времени, так скажем, производству этого вида продукции уделили. Мы, значит, очень много произвели металла серии фирменной «Макстронг». Это тоже ноу-хау-разработка Магнитогорского металлургического комбината. Наша продукция востребована. Никакие катаклизмы, связанные с любыми коронавирусами и другими проблемами, нас не коснулись. Мы загружены, мы работаем. Коллеги Станислава Коршенкова и его победе в конкурсе «Траектория лидера» не удивлены. Говорят, что он действительно настоящий лидер во всех отношениях. Я хотел бы порадоваться, во-первых, за него, что достиг таких высот. Сказать, что он грамотный специалист, требовательный, как к себе, так и к бригаде. В самое ближайшее время Станислав Коршенков приступит к обучению в корпоративной программе Стокгольмской школы экономики «Новая смена-3». Он уверен, новые знания пригодятся. Хочется своему производству, своему металлургическому гиганту отдать всего себя, поделиться полезным, то, что я умею, опытом. Мое родное предприятие будет меня образовывать, а я, естественно, буду отдавать своими знаниями, своими компетенциями, трудиться на благо родного предприятия. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ. Владимир Кузянин, старший машинист котлотурбинного цеха центральной электростанции ПАО ММК, был удостоен почетного звания заслуженный энергетик Российской Федерации. Владимир Петрович связал свою жизнь с комбинатом более 40 лет назад и все эти годы был верен своему призванию. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня ЦЭС – важнейший энергетический узел не только комбината, но и города. Основные задачи для центральной электростанции остаются неизменными со дня ее строительства. Производство электроэнергии, пара, тепла для города и промплощадки ММК. В котельном участке у нас расположено 8 энергетических котлов, 2 водогрейных. В котлу у нас вырабатывают пар с температурой 400 градусов, который подается на турбины, который вращает лопатки турбины, генератор, вырабатывает электроэнергию. В среднем здесь вырабатывают 220 мегаватт в час электричества. Сейчас в цехе установлено современное оборудование. Основным топливом служат природные и доменные газы. Последний предпочтительней, так как это побочный продукт, который получается при выплавке чугуна. Владимир Кузянин выступает гарантом безаварийной и профессиональной работы цеха. Моя обязанность – это взаимосвязь турбинного с котельным. Какие-то отключения, подключения происходят в турбинном или котельном участке. Надо проконтролировать, чтобы не было каких-то эксцессов. Ну, также моя работа заключается в подготовке оборудования. Владимир Петрович пришел на центральную электростанцию еще в 1979 году, когда для подогрева воды использовали уголь. За это время прошел через все звенья технологической цепочки. Благодаря опыту он знает на производстве каждое соединение, каждую деталь. К оборудованию относится трепетно, поэтому и нареканий к его работе не возникает. Всегда его оборудование, которое за ним закреплено в самом лучшем состоянии, находится. Также Владимир Петрович является у нас инспектором, ответственным за охрану труда в бригаде. Ну и в целом, когда его бригада работает за станцию, за котельную, за турбинный участок, мы спокойны. За многолетнюю и добросовестную работу Владимир Кузянин был удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награду он получил из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера в стенах администрации правительства региона. Это было для меня вообще неожиданностью. Я узнал это совсем недавно. Ну и, ну, с одной стороны, приятно, что это доверие большое, но не только мое, получается, доверие всего коллектива станции, ну, конкретно нашей первой бригады, это их награды. Павел Зайцев, Павел Дарсенев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. К другим темам. Хотели как лучше, а получилось, как всегда, жильцы дома номер 10 по улице Гагарина второй год страдают от действий регионального оператора капремонта. Из целого списка работ за это время не была доведена до конца ни одна. Все из-за того, что нет единого грамотного проекта, считают жильцы. А недавно к их бедам добавилась еще одна, зачем рекоператор установил конструкцию, которая может привести к взрыву газа, разбирался наш корреспондент. Глыбальда весом под 10 килограммов упала недавно. Она нависала над газовой трубой и чудом ее не повредила. Между тем, рядом тут же на фасаде проходит еще и силовой кабель, что просто недопустимо. Конденсат выделяет конструкция, которую установили подрядчики регоператора месяц назад. Таким образом, они рассчитывали убрать излишнюю влажность из маленького подвального помещения, где стоит элеваторный узел и прибор домового учета тепла. Проблема эта в доме 10 по Гагарина была всегда. Пар обычно попадал в подъезд и приносил неудобства жителям. Когда в 2017 году стало известно, что его будут ремонтировать, старшая дома Ирина Коваленко лично отправилась на прием к руководству регоператора в Челябинск. Проблему исправит установка рекуператора, заверили Ирину Михайловну. Когда коснулось проведения этих работ, они там побелили все, подвальчик, все, с дачи. Я прихожу, говорю, в течение этого я им говорила, так где ваш регоператор-то? Как влажность-то еще больше усилилась? Потому что двери теперь хорошие, герметические, поставили здесь электроприборы учета. Здесь же аварийная ситуация. Стали разводить руками. Тогда приехали подрядчики с проектантами и решили сделать из мини-подвала трубу и через подъезд вывезти ее на фасад. Но новая конструкция только добавила проблем. Конденсат полил, как из ведра. А когда подморозило, повисла огромная глыба в аккурат над газовой трубой. Я приглашаю Магнитогорс в газстрой. Представитель, он пришел на эту глыбу, посмотрел. У меня даже есть фото и говорит. Ну, наверное, говорит, взрыва большого не будет, может и вообще не будет. Ну, может произойти такое, если лопнет газовая труба, мы вас первое отключим от газа, а второе может быть, значит, возгорание. Я говорю, вот нормальная история. После обращения к регоператору получили ответ. Просим вас загерметизировать трубы, элеваторный узел и прибор учета. Управляющая компания выполнила все на той же неделе. Но эту ситуацию не исправила. Парить меньше не стало. Стоило нам открыть тяжелую дверь в подвал, повалил пар, как из бани. Сегодня Ирина Михайловна оббивает пороги различных ведомств, в том числе регоператора. Дело в том, что у нас в обязательном перечне работ, которые мы проводим, как такового раздела вентиляции нет. Региональный оператор не может выполнить вентиляцию в подвальном помещении. То есть это немножко другая прерогатива. Представитель регоператора заявил, что в настоящее время с подрядной организацией, которая работала в 10-м доме на Гагарина, происходит процедура расторжения договора. А вот на вопрос, кто и когда будет устранять возникшую проблему, пока ответить не смог. Ну не делали бы вы эту трубу, не прихатались бы к этому дому. Мы тоже об этом настояли, о том, что вы сделаете. Про трубу настояла я. Да я вообще не знаю, что это делать. Я настояла на одном, чтобы ситуация изменилась. Труба там будет, вентилятор или медведь белый годит. Мне вообще все равно, что это будет. Понимаете, если вы не брались за дома, значит, бросились, сказали, мы тупые. Нет у нас проектантов, нет у нас генподрядчиков. Мы тупые. Ваш дом индивидуальный. В управляющей компании тоже не могут найти общий язык с регоператором. По словам главного инженера Ирины Макаровой, за два года, что они проводят капремонт в этом доме, ни одна работа не была завершена до конца. Ни крыша, ни сантехнические работы, ни фасад, ни тепло. Постоянно приходится добиваться, чтобы что-то переделывали или устраняли последствия. На сегодняшний день подряд на организации, проект на организации принято решение доработать эту систему, изменить поток воздуха с подвала, будут вноситься изменения в проект. Когда уже сюжет был готов к эфиру, в Магнитогорск приехал генеральный директор фонда, региональный оператор капитального ремонта. Вадим Борисов еще раз лично побывал на объекте и пообещал, что проблема с вытяжкой будет устранена. Сейчас эта вытяжная система будет доработана. Естественно, отверстие для слива конденсата какое-то должно быть. Значит, его сейчас просто поместят в другое место, которое не будет касаться ни транзитного газопровода, который проходит в данном месте фасада, по фасаду здания. И рядом с этим газопроводом проходит еще и силовой кабель. Откуда он взялся, это вопрос не к нам, не к региональному оператору. Я думаю, что службы, которые проводят контроль и надзор за газопроводами, мне кажется, должны озаботиться вопросом, каким образом силовой кабель непосредственно лежит на транзитном газопроводе, да еще и на фасаде здания. И если решение одной проблемы, возможно, уже наметилось, то второй главный вопрос, кто ответственен за опасное соседство газовой трубы и силового кабеля, похоже, так и остался открытым. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Команда студентов МГТУ «Молодые лидеры» стала победительницей деловой игры «Коридоры власти». Эта игра, напомним, одной из центральных мероприятий молодежной общественной палаты. Нацелена она на воспитание у молодых людей лидерских качеств и управленческих навыков. Как и подавляющее большинство общественно значимых событий, «Коридоры власти» в этом году прошли в режиме онлайн. Обычно в режиме онлайн проходит только один этап игры. Впрочем, удаленные форматы никак не повлияли ни на сложность вопросов участникам, ни на азарт, с которым молодые люди брались за муниципальные головоломки. Для награждения решили собраться более расширенным составом. Особенная публика здесь не стесняется говорить о политической карьере, социальных лифтах, планировать ближайшее и отдаленное будущее. Многие из собравшихся, уже ветераны деловой игры, участвуют по два и более раз. На то они и «Коридоры власти», чтобы на подведении итогов молодые и целеустремленные послушали речь реального политика, как руководство к действию. Это пример для остальной молодежи. Это самая активная у нас сейчас, на данный момент, молодежь в нашем городе, которая, собственно, примером показывает, как нужно работать, как нужно участвовать в политической жизни города. И они огромные молодцы. И им только можно пожелать успехов и дальнейшего развития в этом. Созданная по инициативе городского собрания депутатов, молодежная общественная палата с каждым годом становится все более заметным явлением на политическом небосклоне-магнитке. Все больше молодых людей узнают о работе муниципальной власти, не из разговоров на кухне и комментариев в сети. Учитывая то, сколько внимания уделяется в МГТУ подготовке политически зрелого и граждански сознательного человека, победа команды университета представляется, как минимум, логичной. С удовольствием провели эту игру. Мы с удовольствием ответили на все вопросы, пообщались с разными отделами администрации. То есть нам понравилось, мы рады, мы довольны. Мы не ожидали, что мы сможем занять первое место, но сама судьба, видать, помогла нам, и мы рады. Игра «Коридоры власти» существует уже 10 лет. В каком формате пройдет следующее, покажет санитарно-эпидемиологическая обстановка. Но одно можно сказать с уверенностью уже сегодня. Для всех ее участников, и прошлых, и будущих, это великолепная школа активной общественной жизни. А прикладной результат появится чуть позже, когда многих из игроков мы увидим в реальных коридорах и кабинетах власти. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. О новостях спорта через несколько секунд. Мечты сбываются. Снеговики-добряки исполняют детские желания. Магнитогорск присоединился к благотворительной акции, которая проходит под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В роли новогодних волшебников выступают представители различных организаций. Они знакомятся с детскими письмами и дарят мальчишкам и девчонкам веру в чудо. Минувшее воскресенье в экологическом парке состоялся флешмоб – финальная часть акции. На праздники побывала и наша съемочная группа. В экологическом парке царит праздничная атмосфера. Для посетителей играет музыка, работают фотозоны. В этот солнечный зимний день здесь проходит финальный этап областной благотворительной акции «Снеговики-добряки». Участником масштабного мероприятия стал и Магнитогорск. Это самое чудо детям, оказавшимся в трудной ситуации, дарят взрослые. Неравнодушные представители различных городских организаций исполняют детские мечты. В числе добрых волшебников, кто пожелал принять участие в акции, первые лица города и комбината. Эта акция идет уже неделю, наверное, да, и поучаствовали в ней, конечно же, мои коллеги. Первым начал Павел Владимирович Шиляев, Владимир Владимирович Дрёмов, как депутаты законодательного собрания. Потом их коллеги, потом уже городское собрание, вся фракция «Единой России», плюс сами партийцы перечислили средства на определенный счет, ну а уже организаторы сами выбирают там подарки. Кстати говоря, эта акция одна из нескольких перед Новым годом. Сейчас начинается «Елка с желаний». В благотворительной акции пожелали участвовать представители 17 организаций города. Они выступили в роли снеговиков-добряков. В числе тех, кто решил исполнить детскую мечту – благотворительный фонд «Металлург». Его руководители подарят чудо сразу нескольким мальчишкам и девчонкам. В списке желаний – велосипед, коньки, клюшка, лего. Об этом юные магнитогорцы написали в своих письмах. «Мы тоже откликнули с удовольствием боготворительный фонд. Наши все боготворители, Павел ММК в лице руководителей и Вик Филипп Чарашникова тоже поставили в известность, что мы участвуем в этой акции. Наши крупные боготворители, ММК МИТИС, кредит Уралбанк, ну и так далее, и так далее. Все с удовольствием приняли участие. Значит, дети, которые написали письма, обязательно получат подарки». Идея подарить детям веру в чудо принадлежит Евгении Майоровой. Сегодня она является уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области. «Идея возникла в прошлом году. Мы исполняли мечты ста детей Челябинской области, страдающими онкологическими заболеваниями. В то время я была руководителем фонда, и, конечно, вместе с клубом пресс-служб Челябинской области мы придумали такую акцию». Дальше больше к акции присоединились и другие города Челябинской области. Благодаря снеговикам-добрякам исполнятся мечты более тысячи маленьких южноуральцев, в том числе детей из Магнитогорска. «У нас есть большой оргкомитет, который в Челябинске. Мы им отправляем эти истории. Эти истории обрабатываются журналистами. Это работает очень большая группа. Истории этих детей выкладываются, и снеговики видят, ну, спонсоры видят этих детей. Там есть горячая линия. То есть они набирают и говорят, что мы хотели бы взять этого снеговика. Или мы хотели бы поучаствовать в этой акции. Вышлите нам 3, 4, 5 историй детей». «Лепка снежных фигур» – это некое завершение благотворительной акции. У каждой организации участника свой снеговик. Поддержать магнитогорцев приехали гости из Челябинска. Воспитатели детского сада собрали деньги и исполнили желания двух детей. Ребенку из Магнитогорска они подарили сенсорный телефон. «Это важно не только для детей, но и для нас. Ну и, конечно, ребенок, если он верит, что исполнилась эта мечта, значит, исполнится и другая мечта. И для нас вера в чудо». Уже на этой неделе организаторы продолжат раздавать подарки. Некоторым детям их доставит лично новогодний волшебник. Ольга Сухоплюева, Вячеслав Гусев, телекомпания «ТВИН». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficin.ru. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok